воистину воскрес христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ и сущего крови живут до рабов христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ и сущего в грабе живут до рабов на тихо читать и три святое или или семи поклоны надо начинать запутался нет семьи поклоны начало не надо сейчас читать да получается надо 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 все читаем и так носили поклоны семи поклоны то вы читали все время давайте тогда и читать это в конце ты перепутал набор ты считай да не я считаю сантырь я говорю не 100 поклоны 7 поклоны начал ну вот три поклоны а боже милостью будем и грешным солдарами господи помилуй меня числа я согрешил господи прости меня грешно и помилуй святись а святись а новое его салиме слава бога господина тебе в сияли пуйны и веселись и сегодня и же читай красуя богородица а восстание рождества твоего слава святого духу и ныне и пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови воскресая измертвая господи источни христе сыне божий молитву ради святых ангелов наших хранителей всех ради святых помилуй и спаси нас я по благде си и человеку аминь боже милостью негрешному создав имя господи помилуй меня вечно славе согрешил господи прости меня грешным и и помилуй царь небесный утешитель дух готов подожди вот сами небесные не считать до троицы одессы до вознесения считается христос воскрес измертвых запомни так и все вот царю небесный а они видео ожидание сейчас ожидание двух святого столицы ей место царю не дать леса считая grounded всякий съезда полностью см двигает лесный по про христос воскрес измертвых смертью и смерть поправ и сущим во грабежи вот вardo и 100 см cost краса любит местах смертью и смерть поправ и сущим во грабежи o dove христос воскрес измертвых смертьей и смерть поправ бы сущим во грабежи вода христос вас沒 Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый, Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый, Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наших. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И во Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Восстав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благе и ангельскую письмо. Сглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце и открою ста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна. Благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твое, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою стаму, и чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать Святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Солом 14. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце Своем. Кто не клевещет языком Своему, и не делает искреннему Своему зла, и не принимает поношения на ближнего Своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра Своего не отдает в рост, и не принимает даров против невинного. Он, поступающий так, не поколебится вовек. Храни меня, Божий, ибо я на Тебя уповаю. И я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны. Святым, которые на земле, иду Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлю кровавых возлияния их, и не помяну имен их устами моими. Господь, я счастью, наследие моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда верил я перед Собою Господа, ибо на весну и меня не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть ленье. То укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим. Блаженство в деснице Твоей вовек. Услышь, Господи, правду, не в либоклю моему. Прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд не до языде, да возрятощи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью. Искусил меня, и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих по слову уст Твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твоё ко мне и услышь слова мои. Деви дивную милость Твою, спаситель уповающих на Тебя, От противящих десницы Твоей. Храни меня, как зеницу овков, тени крыл Твоих, укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в пути своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза Твои, чтобы не зложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добыче, подобны с кем, на сидящему в местах скрытной. Вот встань, Господи, предупреди их, не зложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, От людей рукой Твоим, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, Которых щелево Ты наполняешь и сокровищей Твоих, Сыновья их сыты и оставит остаток детям Твоим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждения, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 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 Благодатная Мария, Господь с Тобой, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи силой Твою дару им здравие, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи, вольные и невольные, и дару им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославляй Тебя, как Богородица, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобным богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Тое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали у вас славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с Единородным Твоим Сыном, Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели, усвоили изучаемые ими предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости и Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Молитесь всегда, Тихонич. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. И Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Генедикта, Франциска, Корнирия, Александра, Деодора, Тихона и весь священничество и иношество Чи. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дать сейчас священника все угодно тебе. Смири власть его и своих, найди страх, кто и на них, и через них сотвори благое церкви, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена, Амана. И дам мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И спаси и помилуй детей Сирии. Слава тебе Господу, да тихую мирную ночь. Что жизнь нашу трудную и разум сохранил. Дай на желание трудиться, обнаружить и умножить все таланты, дарованные тобой. Для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас и в этот день от всякого рода зла и греха. Защити нас, здесь оселение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Сиропина, Владимира, Абратей, благослови, Людмилу, Любовь, Владимира. Найди новые души, детьми и сохрани школу. Спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоик, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аликкину, Рашид, Людмилу, В общем. Всех у других благодействую. Наси и помилуй, Надежда, Валентину, Екатерину, Анастасию, Евгения, Наталью, Михаила, Нину, Роману, Анну, Юрию, Александра, Александра, Александра. Сергея, 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 Екатерину, 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 Возри на угроза врагов, Погаси злобы их, примири их с нами, И в судный день не помяни их безумия, Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея. Сергея, Благослови благодетели наших, воздаем добро, Господи, Елену, Людмилу, Екатерину, Александру, Евгения, Наталью, Надежду Эдуардову. Он добился к нам, Господи, и благослови. И избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря И найди все наше родство И дайки Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Лену, Марью и Татьяну Господи, посети болящих И укрепи их, дай силу перенести страдания И пошли мы в исцеление твое святое Валерия, Иллариона, Кирилла Татьяну, 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 Валентину, 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 Надежду Анастасию, Младенцу Игоря Богостей путешествующих и возврате их домой Раису, Льва, Виктору, Виталию Романа из Батодуха лжи Духовное рождение даром всем Никиту Богостови Алилуйя И это наше сокровище в интернете Сохрани все, что здесь есть И книги, здесь и пути трудящихся Игоря, Юлия Димитрия, Виктора Гавриева Помилуй нас, Господи Помилуй нас, Александра, Александра, Андрея, Андрея Помогающих, Валентина И обратите Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона Слава тебе, Боже наш, слава тебе Найди отступников Возврати им радость Михаила, Николая, Александра, Юлия Спасибо И нас помилуй, милости Твоей, я ради Слава тебе, Боже наш, слава тебе Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня, грешного Слава тебе, наш Бог Иегова Авва, отче Свят, 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 Господь самого Вся земля полна слава Его Аллилуйя Слава, Выше Богу На земле мир, человека, благоволение Благодарю тебя, Господи, за тот день Который дал мне веру в тебя Страх пред Тобой, ожидание суда Божия Благодарю за тот день Который дал мне Святую Библию Указал на творение святых отцов И на каноны церкви Помилуй нас, Господи Помилуй нас Пресвятая Господа Богородица Трисна Дева Мария Матерь Христа, Бога нашего Спаси нас молитвами Своими Аллилуйя Господи воздай милостями всем Помогавшим нам в путешествии нашим Павла, Динаиду, Владимира Дмитрия, Сергея Людмилу, Владимиру, Благослови и Павли А Христов Хранитель Богом не грешит Мой Ангел Смертный хранил Как видимы Прошу На душа будет раздуматься от тела И в праведушую помутах И введя ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего Аллилуйя, благослови Самиру Чтобы она приняла тебя Как пострадавшим на наши грехи И воскресшего И не верил же пророкам И Алексея найди В сердце его расположи Встретившись Аллилуйя Ян Креститель Повестящий Христов Моли Бога о нас Молчи на жизнь и в бедности Имея пропитание одежды Быть благочестивым и довольным Никогда не роптать Никому не завидовать И быть во всем экономным И дамы жилье каждому Сергею говорил Аллилуйя Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец Образ крупности воздержания Добрый амхипастер Моли Бога о нас Который укрепил Господь народ свой Но вы не страшились Ни старений начальствующих И не участвовали в бесплодных делах тьмы Но и обличали Аллилуйя Молите Бога о нас Святые пророки Божии Илья 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 Пусти переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь, святой православной вере. А замыселитиков, разрушив ничто, преврати. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы, теплый первомущенец, Афатина Самаренина, Феврония, Вера Надежная Любовь, Матерь Статии, Наталья Адриан, Варвара Екатерина, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалейна, Мария Египтская, Трискила, Акила, Абдроника Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь поскушание и молчание, Соломудрия и стердливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя. Из баски покорились, Галины, Евгений, Надежды, Надежды. Людмила Иоанна, и прими нашу молитву, воздяни рук, как жертву вечерию, возуха неприятной перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих о Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, запорядочи к нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Христос воскрес. Воистину воскрес. Я хотел спросить тебя, Сергей Павлович, ты выставил там на моем форуме про собак тренировку. Так ты видишь, тебе вернули его этот, как сказать, ролик или что. Что, не пойму. Канал твой вернули, что они тебя там закрывали. А я другой создал? Да нет, это как создал, копию. Я сегодня ставил новый, твое обращение там все, и что люди ставили новый. Тебе вернули его, ты даже не заметил. Да, там два канала у Сергея, это видно. Так что, благодари Богу. Всегда молиться надо за администрацию тех людей, которые дают нам возможность быть на их каналах. Конечно, мы зависимы от них, но все-таки это же не игрушка. Все, мы даже не нанизаем, а попалиться надо. Спаси Христос. Я не знаю. Я очень сильно жалел, что у тебя такой сильный канал, и это материал. На одно время не было этих роликов видно, а сейчас что, появились они что ли? Все до одного появились, все полностью. Как ты обращение говоришь, и далее, переписка какая, все. Там у тебя страница, 23, кажется, страницы, тебя это не скопировать. Чудо Божие. Подостигла, молитва. Чудо Божие какое, надо же. Чудо Божие, я сколько раз говорил, не надо ли еще это сделать, только вопиянье к Богу. И Бог, видимо, положил на сердце, и кто-то стал смотреть, и видит материал, что представь, 23 страницы. А у нас на форуме-то не просто так, а каждая страница это 50 тысяч знаков. Да, дела. Аллилуйя. Аллилуйя. Я прошу, если кто не знает, 12 числа, в воскресенье, по московскому времени, это будет 3 часа дня. Вот этот шахматов Алексей Викторович, ему там здание дали, поедет он и будет у гроба Господня молиться, так, молитву по соглашению, как они называют. Чтобы все знали, в это время уже как-то время выбрали, на молитву стали. А у всех там будет он, ему дали записку, я не знаю сколько, тысяч, тысяч там. Чтобы просчитать все, ему нужно 3 часа, кажется. Ну, не бой 3 часа, просит помочь просто, кому-то может что-то даст. Вчера он выставил ролик один, и такой сидит печальный, ну, говорит, дальше-то все. С горяча-то люди зашли, когда он с Владимиром, с Головиным был, он несколько раз подписчиков увеличил, а то вчера никого нету, и он всех просит, помогите, 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 ну, вот и все. А у нас стабильно, как шло, так и идет. У него 47, кажется, тысяч подписчиков, а у меня 36 всего. Так наши подписчики, мы занимаемся, молимся, отзывы, а там никого нету. Мимо витрины шли, глянули и дальше. Он сильно отпечатленный этим. Чтобы он приехал ко мне в потерянку пожил, ему нужно, необходимо. Его закрутила вот эта мерзкая конетельца, тем более все прошлое, это блудное. Там секс индустрии работал всю жизнь. А моя душа, как вчера я наговорил на собрании, как прихипело к нему. Я никак не могу отойти, молитва тянет, молитва легко за него идет. Он искренней. Ну, ничего не знает. Всю жизнь прожил в блуде. Читаем, да, Игнатий Тихонович? Да, читай, хорошо получается. Из книги Игнатия Тихоновича Лапкина «К истинному православию» под заголовок «Отцы и дети» во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На исходе второго тысячелетия вполне достаточно фактов отделения от церкви вчерашних ее приверженцев. Так, микрофоны выключите, пожалуйста. Благодарю. На исходе второго тысячелетия вполне достаточно фактов отделения от церкви вчерашних ее приверженцев. Только на африканском континенте насчитывается свыше шести тысяч сект толков, динаминаций, считающих себя христовыми церквами. Каждые две недели рождается новая секта. Им же число – легион. И каждый родоначальник секты, ереси, оправдывает свое отделение вескими причинами, обвиняя тех, с кем был еще вчера близок. В 1913 году на земле было 130 сект. 1930 год – 300 сект. И далее число их росло обвально. Но, цитата, «Нет ничего нового под солнцем, это уже было в веках бывших прежде нас». Экклесиаст, 1 глава, 9-10 стихи. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Лука 13, 3. «Ибо древнее, бывшее, есть грозный учитель для всех живущих ныне, чтобы не повторяли ошибок прежних жителей земли и так же не погибли бы, как они». Цитата. «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. «Рассмотрим причины, приводящие к отходу от церкви, которые выдвигали тогдашние пустосвяты для своего отделения от своих духовных отцов. Рассмотрим, какой дорогой дьявол уводил идущих, в кавычках, евхаристической духовной жизни. Их следы еще и ныне подновляют их духовные дети, отступники от церкви Христовой, от православия. «Как правило, при начале любого движения, за отделение от церкви стоят вожди, измышляющие якобы веские причины, обвиняющие своих духовных отцов, яростно поносящие их». Числа, 16 глава. Обычно все отделяющиеся от церкви обвиняют своих наставников, учителей в необразованности, в гордости, в грубости, в жестоком якобы с ними обращении. И вот теперь, где они образуют лучшую, в кавычках, церковь, свою общину, свободную, наполненную любовью, где благодать неизмеримо велика, где ласха и обходительность налицо. Внимательно рассмотрим то, что уже было под солнцем, что в назидание всем авантюристам и изменникам, хулителям и отщепенцам. «Какую вину нашел сын Деницы, дьявол, в самосущественной любви на небе, о том никогда и никто не узнал еще. Тайна. Как грех мог вообще возникнуть на небе? Откровение, 12 глава, и Бытие, 3 глава. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие Таана, 8, 44. Игнать Тихонович, у меня уже как неделю вопрос хочу задать. Что значит «не устоял в истине?» Но устоять – это значит, тебя испытывают, а тогда же на небе. Как вот это понимать, этот момент? Как вы думаете? Устоять – мы можем понимать только так, как дано смертным мыслить. Во всю глубину мы никогда не прониклить, потому что это запредельно далеко, когда людей еще не было. Не устоял в истине – в Боге, о правде. Вот здесь я выставлял ролик, один тут нашел, интервью с дьяволом. И когда вас спросили, кто ваш враг, как он весь сморщился, даже слышать не хочет, он хотел на небо установить другой порядок. И он тут говорит, Исаия, 14 глава. Ну просто прочитать один раз надо, тут немного, три главы. 14 – это языки, или 28, умножить на 2 – это 28, 14, и 12 глава Апокалипсиса. Он не устоял в истине, потому что все в истине – в Боге. Он захотел царствовать, равным Богу быть. Откуда эта мысль возникла, нигде не говорится. Есть один легкий намек, легкий намек. На него златоуст указывают, чтобы пресвятера избирали не из новоначальных, дабы они не возгордились, как дьявол. Вот такая фраза, и на нее ссылаются, что все-таки это была гордость, не поколевство. Какие бы ни были сектанты, это гордыня, вот это самая настоящая гордыня. Вот говоришь, Христос сказал, создам церковь свою, Евангелие от Матвея, 16-18. Верите? Да, верим. Церковь или церкви? Церковь одна, единожды соглашается. И дальше, я с вами во все дни до скончания века, 28-18, Евангелие от Матвея. Во все дни, ни века, ни тысячелетия, а в дни, если его нет в той церкви, которую он основал, как вы говорите, значит, нигде нету церкви, значит, это был не Христос, а лжец. Понимаете, что за этим дальше состоится? Ну, теперь скажите, кто так верил, как вы, допустим, харизматы, 50-тики, вот так. Покажите, вот как ведете собрания и прочее. Ну, во втором веке, в первом апостоле, мы к апостолу. Так, во втором ни одного, в третьем ни одного, в семнадцатом ни одного. Только где-то в девятнадцатом секторе, не считая лютера, это шестнадцатый век, 1517 год. Они ничего не могут сказать. А почему делились? А там не так церкви, там не так, там иконы, или, ну, находят что-то говорить. Ну, скажите, я разбрасываю по всему, с чем вы писали их, на поиски, покажите. Все это, смотрите, было тенью будущих благ. И сразу садятся. Вот такое событие. Что оно означало? Почему, считаем, первые дни в Усарск, люди, жители Берсомиса, заглянули в ковчег, они не били, не плевали, как сектанты-баптисты против икон, но заглянули, посмотрели, пошли опять работать, и вдруг у каждого, у кого живот, у кого глаза выкатились, и Бог убил, написано, убил 50 тысяч и 70 человек. За что? Сектанты не могут ответить. Я говорю, за ковчег, в который смотрели, ну да. А в ковчеге что было? Не знают. Крижали слово. А слово было в Бога, это Бог. Прообраз. А ковчег это Божья Матерь, которая его носила в себе. А вы над ней издеваетесь, говорите, у ней куча детей была и проще. И вот теперь они останавливаются, начинают. Вот говорят, почему от Андрея Кураева спросили там, о это, Олега Стеняева про меня, и он там дает ответ, до этого ответ давал, что необыкновенно там продуктивный, сектанты приходят. Я вот этого ничего не знаю. Я просто считаю и спрашиваю, за что? И они начинают думать. А теперь уже и дальше применяют это. И вот здесь не устоял вы истине, потому что все было по правде, и ангелы говорили по правде. Он стал клеветать, агитировать. Вот такой Навальный вышел, или там кто-то еще, мало ли, Турчинов. Давай Майдан делать против Бога. И одна треть ему покорилась. На небе произошла война. В раеваре написано «Архангел Михаил». И он сбросил его на небо, и они превратились в лицеперцы любви и света, самый премудный, самый красивый и изощенный. И он превратился в этого дьявола, который берут интервью. Все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Так, ну еще раз процитирую. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна. 8.44. Клеветник и гордость, породивший, таких же ищет себе последователей. Но одна третья ангелов уже обрекли себя, когда склонили слух свой к речам, замыслившего основать себе царство. Порок Исаия, 14 глава. Так, 14 глава. И Иезекииля, 28 глава. Но погрузившегося во мрак вечной погибели, как оставивший свое жилище, свое место, назначенное ему Богом. Цитата. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, 2 Петра 2.4. Еще цитата. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3.8. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Иуда 1.6. Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Иоанна 4.18. Зная, что дьявол внушает свои мысли в слушающих его, можно предположить, что он, подняв ропот на небе, объявил Бога в злобе и жестокости. Цитата. Подошел, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал». Матфея 25.24. «Что Бог держит слух своих в неведении, скрывая от них знания». В третьей главе бытия об этом говорится. Небытие. То есть, когда дьявол говорит, «И будете как боги, знающие добро и зло». Так что он клеветал на Бога, дьявол. «Святые отцы на соборах, давших правила для спасения, запретили самочинно оставлять собрание, отделяться от церкви». Василий Великий. Первое. Правило. Иганский собор. Шестое правило. Значит, первое. «А если какой пресс-свитер, презрев собственного епископа, отдельно собрание творить будет, и алтарь иной водрузит, и, обличив судом епископа ни в чем противном благочестию и правде, да будет извержен, как любоначальный, ибо есть похититель власти». Апостольское правило 31. «Все, входящие в церковь и слушающие священные писания, но по некоторому уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом, или отвращающиеся от причащения святой Евхаристии, да будут отлучены от церкви, да то ли, как исповедуются, покажут плоды покаяния и будут просить прощения, и таким образом смогут получить оны. Да не будет же позволено иметь общение с отлученными от общения, не сходиться в дома и молиться с находящимися вне общения церковного, чуждающихся собраний одной церкви не принимать и в другой церкви». Если же кто из епископов или присвятеров, или диаконов, или кто-либо из клира окажется сообщающимся с отлученным от общения, да будет и сам вне общения церковного, как производящий замешательство в чине церковном. Диахийский второе. Еще цитата. «Если который присвитер в своем поведении осужден будет, такой должен соседним епископам возвестить, дабы они выслушали дело, и дабы через них примирился он со своим епископом. Если же сего не сотворит, но от чего да сохранит Бог, надбиваясь гордостью удалит сам себя от общения со своим епископом, и вместе с некоторыми, производя раскол, принесет Богу святое приношение, такой да будет признаваем находящимся под клятвою, и да лишится своего места, впрочем, с рассмотрением не имеет ли справедливой жалобы на епископа». Карфагенский собор, одиннадцатое правило. «Даже если человек и не был отлучен, а просто зазирает, чуждается посещать одну общину, церковь, то его не принимать ни в какой другой. Он должен спасаться там, где уверовал, или окормляться до толи, «Желая оправдать себя, сеющие смуты в умах неутвержденных ленивых прихожан, говорят, а кто эти правила написал? Что они разве вечные? Они не знают, что правила соборов и святых отцов суть вехи на пути в Царствие Небесное, и что эти правила никто не имеет права изменить». Цитата. «При начале всякого слова и дела наилучший чин есть от Бога начинать и с Богом оканчивать» по глаголу «богослова». «Сего ради и ныне, когда и благочестия нам уже ясно проповедуются, и церковь, в которой Христос положен основанием, непрестанно возрастает и преуспевает так, что более кедров ливанских возвышается, полагая начало священных словес, Божию благодатью определяем, хранить неприкосновенно, нововведением и изменением веру, преданную нам от самовидцев и служителей слова богоизбранных апостолов. «При Константине, царе нашим, на нечестивого ария и на вымышленное им языческое и на Божие, или точнее сказать, много Божие, в некие собравшихся, которые единомыслием веры, единосущие в трех ипостасях богоначального естества, открыли нам и уяснили, не пропустив всему сокрытому быть под спудом неведения. Но ясно, научив верных поклоняться единым поклонением Отцу и Сыну и Святому Духу, не спровергли и разрушили лжеучения о неравных степенях Божества, и еретикам из песка сложение против православия, детские построения разорили и не зринули». Так же и при Великом Феодосии, Царе Нашем, 150 святыми отцами, всем царствующим в граде собравшимися, провозглашенное исповедание веры содержим, богословствующее о Святом Духе изречения приемлем, а нечестивого Македония купно с прежними врагами истины, как безумно дерзнувшего почитать владыку рабом и нагло хотевшего пресечь несекомую единицу, так что не было бы совершенно таинства упования нашего. Вместе с этим гнуснейшим и против истины неистовавшим осуждаем Аполлинария, тайна водителя злобы, который нечестиво изрыгнул, будто бы Господь принял тело без души и ума, всем образом, также вводя помышление, будто бы спасение соделано для нас несовершенное. Также и при Феодосии, сыне Аркалия, царе нашим, собравшимися, в первый раз в ограде Ефесе, двумя стами богоносными отцами изложенное учение, несокрушимую благочестия державу, согласием запечатлеваем, единого Христа, Сына Божия, и воплотившегося проповедуя, и бессеменно родившую его непорочную преснодеву Марию, исповедуя собственно и истинно Богородицею, а безумное разделение неистория, как от жребия Божия отлученное, и недавно при царе нашим блаженной памяти Константине, всем царствующим граде, сошедшегося шестого собора вероисповедания, которое большую крепость приняло, когда благочестивый император, постановление этого собора, своею печатью ради достоверности на все веки утвердил, вновь обязываемся хранить нерушимо. Оно боголюбно изъяснило, что должны мы исповедовать два естественные хотения, или две воли, или два естественные действия воплотившемся ради нашего спасения. Едином Господе нашему Иисусе Христе, истинном Боге, о тех, которые правый догмат истины, извратили, и единую волю, и единодейство в едином Господе, Боге нашему Иисусе Христе, людям проповедовали, судом благочестия обвинила, как Феодора, епископа Фаранского, Кира Александрийского, Гонория Римского, Сергия Пирра, Павла Петра, бывших всем Бога спасаемым в Граде предстоятелями, Макария Антиохийского, епископа ученика нашего Стефана, и безумного полихрония, сим образом соблюдая неприкосновенным общее тело Христа, Бога нашего. Кратко сказать, постановляем. До вера всех в Церкви Божией прославившихся мужей, которые были светилами в мире, содержа слово жизни, соблюдается твердую и допребывает до скончания века, непоколебимую вкупе с Богопреданными их писаниями и догматами. Отметаем и анафематствуем всех, которых они отметали и анафематствовали, как врагов истины, в суе скрижетавших на Бога и усиливавшихся неправду на высоту вознести. Если же кто-либо из всех не содержит и не приемлет вышереченных догматов благочестия, и не так мыслит и проповедует, но покушается идти против он их, то да будет анафема по определению прежде поставленному, прежде упомянутыми, святыми и блаженными отцами. И от сословия христианского, как чуждый, да будет исключен и извержен. Ибо мы, сообразно с тем, что определено прежде, совершенно решили не прилагать что-либо, не убавлять и не могли никаким образом. Второе. Прекрасным и крайнего чьяния достойным признал всей Святой Собор и то, чтобы отныне, ко исцелению души, ко обрачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали принятые и утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, также и нам, преданные именем святых и славных апостолов 85 правил. Поелик уже всех правилах повеления, но нам принимать он их же, святых апостолов, постановления, через климента преданные, в которые никогда и намыслящие, ко вреду церкви привнесли нечто подложное и чуждое благочестие, и поврачившее для нас благолепную красоту божественного учения, то мы ради назидания и ограждения христианской паствы, он и климентовые постановления благорассмотрительно отложили, отнюдь не допуская порождений еретического лжесловесия и не вмешивая их в чистоте и совершенное апостольское учение. Согласием нашим запечатлеваем и все прочие священные правила, изложенные от святых и блаженных отцов наших, то есть трехсот восемнадцати богоносных отец, собравшихся в Никее, также от отцов, собравшихся в Анкире и в Неокисарии, равно и в Гангре, кроме сего, в Антиохии, Сирийской и в Лаадыкии, Фригийской. Еще же ста пятидесяти отцов, сошедшихся всем богохранимым и царствующим в Граде, и двухсот отцов, собравшихся в первый раз в областном Граде Эфесе, и шестисот тридцати святых и блаженных отцов, собравшихся в Халкидоне, и отцов, собравшихся в Сардике, и в Карфагене, и еще собравшихся снова всем богоспасаемым и царствующим в Граде при Нектарии, предстоятели сего царствующего Града, и при Феофиле, Александрийском Архиепископе, также правило Дионисия, архиепископа Великого Града Александрии, Петра, Александрийского Архиепископа и Мученика, Григория, епископа Неокисарийского, чудотворца, Афанасия, архиепископа Валерий Senhor. и царствующего града. Еще же и Киприана, архиепископа африканской страны и мученика, и собором при нем бывшем изложенное правило, которое в местах предупомянутых предстоятелей и токма у них по преданному обычаю сохраняемо было. 5. Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменять или отменять, или кроме предложенных правил принимать другие с предложенными надписями, составленные некими людьми, дерзнувшими корчемствовать, спекулировать истинную. 6. Если же кто облечен будет, что некоторое правило из вышереченных покусился изменить или прекратить, таковы будет повинен против того правила понести эпитемью, какую оно определяет, и через оное врачуем будет от того, в чем приткнулся. 6. Правила 1 и 2 Принявшим священнические достоинства, свидетельствами и руководством служат начертанные правила и постановления, которые охотно приемля, воспеваем с благоглаголевым Давидом ко Господу Богу глаголище. 7. На пути сведений твоих насладихся яко о всяком богатстве. 8. Также заповедал еси правду сведения твоя вовек, вразуми меня и жив буду. 9. И если пророческий глаз повелевает нам вовек хранить откровения Божии и жить в них, ибо явно есть, что пребывают оные несокрушимы и непоколебимы, ибо и боговидец Моисей так говорит, к этому не подобает прибавлять и от этого не подобает убавить. 10. И божественный апостол Петр, хвалясь ими вопиет, в это желают ангелы проникнуть. 11. Также и Павел вещает, если мы или ангел с небес благовестит вам иначе, нежели благовестили вам, анафема да будет, поскольку сие верно и засвидетельствовано нам, то радуется всем подобное, как обрел бы кто корысть многую. 12. Божественные правила с усложжением приемлем и всецело и непоколебимое содержим постановления сих правил, изложенных от всехвальных апостолов, святых труб Духа и от святых вселенских соборов и поместно собирающихся для издания таковых заповедей и от святых отцов наших. 13. Ибо все они от одного и того же Духа, быв просвещены, полезное узаконили. 14. И кого они предают анафеме, тех и мы анафемствуем. 15. А кого извержению, тех и мы извергаем. И кого отлучению, тех и мы отлучаем. 16. Кого же подвергают эпитемии, тех и мы также подвергаем. 17. Седьмой вселенский собор, первое правило. 17. Любое отделение мотивируется аватеристами как средство для духовного роста, как жажда евхаристической жизни литургических опытов. 18. Дорога в ад вымощена благими намерениями. 18. Святые отцы дали подробные наставления желающим спастись и разъяснили, что будет с теми, кто пренебрежет наставлением духовных отцов. 19. После Бога больше всех надо любить православных священников, очищающих нас святыми таинствами и молящиеся о нас. 20. Почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. 21. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан. 22. Уважающий отца будет долгоденствовать и послушный Господу успокоит мать свою. 23. Боящийся Господа почтит отца и как владыкам послужит родившим его. 24. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает до основания. 25. Книга Серахова, 3 глава, с 3 по 9 стихи. 26. Бес ненавидит не только духовное наставление, но даже голос наставляющего. 27. Если случится, что и молодой простец, мирянин, говорит о божественном или вообще о сути спасения, надо слушать и по силе исполнять. 28. А если кто, будь он даже священник и белую бороду имеет, но научает противному и несогласному со святыми отцами, то нечего и слушать его. 29. Мысли твои открывай они всем, но только отцу духовному. 30. Не давай слуха твоего речам о священниках и беги от вестей праздно шатающихся старух. 31. Из-за непочитания священства вся церковь пришла в бесчине и смятение. 31. Мы потеряли любовь. 31. Если мы не любим духовных отцов своих, посланных от Бога, то кто поверит нам, что имеем любовь к прочим нашим ближним? 32. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. 32. Книга Исход, 20 глава, 12 стих. 33. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. 33. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. 33. Книга Исход, 21 глава, 15-17 стихи. 34. Без наставника духовного спастись весьма мудрено. 35. Разрешить от грехов всякий священник может, а научить духовной жизни один из многих. 35. Господь любит душу мужественную и мудрую. 36. А если у вас нет ни того, ни другого, то надо просить у Бога слушаться духовников. 37. В них живет благодать Святого Духа. 37. Охраняйся от пристрастия к наставнику. 38. Многие не остереглись и впали вместе с наставником в сеть демону. 39. Совет и послушание чисты и угодны Богу до тех пор, пока они не осквернены пристрастием, а с пристрастием погибают добрые дела. 39. Не испытав отцов, им тайны не вверяй. 40. Следует не жить и дела наставников разбирать, а только наставления их принимать, если они согласны со Словом Божиим. 40. Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте мне, говорит Кирилл Иерусалимский. 41. Когда священник неправо наставляет, не слушай его, хотя бы он был ангелом. 41. Всегда есть опасность попасть вместо истинного руководителя наложного и потом претерпеть вместо пользы вред, вместо спасения погибель. 42. Горе братьям, у которых настоятель или духовник молод и телом крепок, а в духовных делах неопытен. 43. От не имеющих Духа Христова учителей, проповедующих противное учению Христову, следует бежать. 43. Признак, по которому можно распознать право мыслия Духовного Отца, есть согласие Слово Его со Словом Божиим. 44. Если подумаешь, что духовник неопытный, что он в суете и что лучше самому руководиться по книгам, 45. То ты на опасном пути и недалек от прелести. 45. Ведать надо то, что враг ни о чем в монастырях и на приходах так не старается, 46. Как о том, чтобы разорвать связь Духовного Отца с братьями или прихожанами. 46. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу Отца своего и голосу Матери своей, 47. И они наказывали его, но он не слушает их, 47. То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего. 48. Сей сын наш буйный и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. 49. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. 50. Итак, истреби зло из среды себя, и все израилетяне услышат и убоятся. 51. Слушай, сын мой, наставление Отца твоего, и не отвергай завета Матери твоей. 51. Притча 1.8. Для этого он уничтожает достоинства отцов в глазах братьев или прихожан, а недостатки их, свойственные нашей человеческой природе, увеличивает и даже измышляет. 52. Всех наставников почитай и проси у них молитв, а душу открывай одному. 53. Все на сегодня. 54. Игнать Тихонич, все на сегодня. Прощаемся. 55. Прощаемся. 55. Прощаемся. 56. Ну что, до завтра? 54. До завтра. 65. Во славу Божию, хорошая помощь вчера с утра. 55. Аллилуйя. 56. Пwd6. С Богом.